И создавая систему, создавая систему, мы с вами договариваемся о том, как мы будем жить. Если мы говорим про наше предприятие, то если представить, что вот это есть наше предприятие, то и вот это пространство взаимодействия всего, то что должно быть в том, как мы организовываем бизнес? Это мы уже переходим к вопросу, как. И мы говорим, что должны быть 6 пространства образующих, вот этих вот пространства для самореализации человека, то есть 6 пространства образующих принципов. И какие они? Они очень простые. Первое. Мы договариваемся. Мы всегда договариваемся. Второе. Есть опыт вместо правильной истины. Нет ничего такого, которое бы можно было сказать, это правильно. Но. Потому что это правильно. Для кого? Для кого-то. А мы говорим о бизнесе, который… Мы говорим о пространстве, где мы внутри двигаемся к своему опыту. Поэтому мы говорим, есть опыт вместо правильной истины. Мы говорим, что ошибаться можно. Мы говорим, что есть жемчужины вместо проблем. Потому что проблемы будут всегда. Проблемы – это следствие неравномерности развития систем. Они всегда есть. И что такое проблемы? Это возможности. Это жемчужины. Для того, чтобы нам увидеть задачки и увидеть наши зоны роста. Поэтому отношение к проблеме другое здесь. Мы изначально говорим, что проблема… Мы не называем ее проблемой. Мы у нас в компании называем это жемчужиной. Приходит сотрудник. Раньше приходил и говорил, у меня проблема. А сейчас приходит и говорит, Денис Борисович, можно к вам? Я говорю, можно. Я с жемчужиной. Я говорю, отлично. Отлично. И смотрите, совершенно по-другому мы начинаем. Мы уже находимся в состоянии решения ситуации, а не в состоянии загоняния себя в тупик. Попробуйте ввести в компанию слово «жемчужина» вместо слова «проблема». 50% жемчужин решатся автоматически, просто потому, что вы введете это слово. Доверие – это основа. И здесь мы говорим о более важном доверии. Не доверии руководителя к сотруднику. Мы говорим о более интересном или более глубоком, более вызывающем, что я слово «вызов», доверии. Сотрудника к руководителю. Доверие – это основа. И в первую очередь это доверие сотрудника к руководителю. И шестой принцип – это мышление направлено на результат. Мышление направлено на результат. Мы сегодня много будем про это говорить. Про результат мы будем говорить про инструменты, мы будем говорить про коучинг. И вот мышление направлено на результат – это один из пространствообразующих принципов. Итак, их всего шесть. Вот если я здесь начинал рисовать, то вот это принцип один, это принцип два, это три, четыре, пять и шесть. И я, когда рисую, я показываю, что это то, что находится в пространстве всего. То есть это то, что действует все время и постоянно во всех процессах в бизнесе.